Приветствую уважаемые зрители, с вами канал Кроссмота. В этом сюжете расскажу вам о мотоцикле с двумя коленвалами в двигателе и двумя шатунами на один поршень. К тому же это одна из по крайней мере трех моделей мотоциклов с турбодизелем в качестве силового агрегата. А еще это мощный круизер с максималкой в 230 км в час и разгоном с места до сотни за 4 секунды. Вашему вниманию неандер турбодизель 1400. Приятного просмотра. История этого уникального мотоцикла началась в 2003 году, когда была организована компания Neander Motors AG. Собственная компания специально создавалась с целью производства передовых дизельных моторов. Neander Motors выпустили несколько двигателей. Одноцилиндровый 400 кубовый на 25 сил, двухцилиндровый 1400 кубовый на 110 сил и трехцилиндровый на 2,5 литра. Встал вопрос, куда интегрировать двигатель, чтобы эффектно заявить о себе. Выбор пал на мотоцикл, поскольку в 30-е годы прошлого века в Германии существовала мотоциклетная фирма Neander. Вот так было положено начало создания уникального мотоцикла и спустя 5 лет разработки в 2008 году публике был представлен мотоцикл Neander турбодизель 1400 с уникальным двигателем. Кстати, с 2009 года и по сей день компания производит качественные лодочные моторы, опираясь на свои разработки. Мало того, что двигатель Neander дизельный, наличием такого силового агрегата может похвастаться лишь небольшое количество моделей мотоциклов, так он еще и уникален по компоновке. Дизельный 1430-кубовый двухцилиндровый агрегат имеет в своей конструкции два коленчатых вала, по два шатуна на каждый поршень и радиальное расположение клапана в головке цилиндра. Естественным образом возникает вопрос, зачем такие заморочки? Создал дизельный круизер инженер Руперт Бейндл и опирался он при создании на свой богатый опыт работы с мотоциклами. Так, еще в середине 90-х Руперт трудился над довольно уникальным гоночным мотоциклом BMR Suzuki Supermono. В этом гоночном аппарате Бейндл применил расположение клапанов согласно патента австрийского инженера Людвига Апфельбека. Эта технология применялась компанией BMW в болидах Формула 2 в 60-е годы прошлого века. В головке клапаны расположены радиально, а выпускные и впускные клапаны расположены по диагонали, что улучшает их охлаждение. Supermono создавался как высокопроизводительный одноцилиндровый гоночный мотоцикл. За основу был взят двигатель от DR800. Применили три свечи на единственный цилиндр, два шатуна, два коленвала и шестиклапанную головку цилиндра. Мощность 750-ки довели до 94 лошадиных сил при 8100 оборотов в минуту, а по заверениям самого инженера предел у двигателя находился в районе 112 лошадиных сил при 12000 оборотов в минуту. Поразительные успехи. Благодаря применению двух шатунов и двух коленвалов удалось снизить боковые нагрузки на огромный поршень, увеличить максимальные обороты и добиться абсолютного баланса по вибрациям первого порядка. И вот эти все наработки Руперт применил в мотоцикле Neander. Турбодизельный короткоходный параллельный твин объемом 1430 кубов. Из-за использования этих технологий получился весьма производительным и крайне уравновешенным. Диаметр цилиндра составляет внушительное 108 миллиметров, а ход поршня 78,2. Газораспределение, два верхних распредвала и по 4 клапана на цилиндр. Охлаждение двигателя воздушно-масляное. Выдает сей силовой агрегат 112 лошадиных сил максимальной мощности при 4200 оборотов в минуту и 214 ньютон метров крутящего момента при 2600 оборотов в минуту. До 2000 двигатель набирает обороты достаточно плавно. К этому моменту давление в системе турбонаддува подрастает и дальнейший набор оборотов происходит гораздо динамичней. Руперт Бейндл утверждает, что двигатель спокойно крутится до 7000 оборотов в минуту. Но самое крутое в этом моторе – ломовой крутящий момент, доступный практически во всем диапазоне оборотов. Этого потенциала хватает, чтобы разогнать с места до сотни мотоцикл весом в 295 килограмм за 4 секунды, а максимальная скорость находится в пределах 230 километров в час. Удивляет также скромный расход топлива этого аппарата – всего-то 4,5 литра дизеля на сотню. Бак вмещает 14 литров. Двигатель блокируется шестиступенчатой коробкой передач и подвешен в трубчатой хребтовой раме, сделанной из хроммолибденовых труб. Момент на заднее колесо передается посредством ременной передачи. На первых экземплярах Neander Turbo Diesel спереди устанавливалась 43-мм перевернутая вилка Paioli. Однако уже в 2011 году была применена сдвоенная телескопическая вилка с диаметром перьев 41 мм. До конца непонятно в связи с чем. Возможно для придания уникального образа, поскольку доводы, что 43-мм перевертыш не справляется с весом мотоцикла, мне кажутся неубедительными. Есть целый ряд весьма тяжелых серийных мотоциклов. Тот же Triumph Rocket 3, к примеру, где при весе в 320 килограмм 43-мм вилка прекрасно справляется. Вилка переднего колеса Neander вышла весьма экстравагантной. Вот только при ее обслуживании придется менять вдвое больше сальников. Однако, смею предположить, что владельца, отвалившего за это дизельное чудо около 95 тысяч евро, этот момент совершенно не волнует. Стоит заметить, что на ряде свежих экземпляров этой техники снова красуется обычная вилка перевертыш. В остальном конструкция соответствует большим круизерам. Длинная база, низкая посадка, высота по седлу всего 660 мм. Внешний вид мотоцикла довольно спорный. Одни восхищаются его массивностью и формами. Другим кажется, будто Neander не совсем удачно слепили из частей разных мотоциклов. Но это уже вкусовщина, как говорится. Neander Turbo Diesel 1400 в первую очередь демонстратор технологичного дизельного двигателя, который обладает небольшими габаритами, хорошей производительностью, идеальной сбалансированностью и огромным ресурсом. В остальном, это дорогая эксклюзивная игрушка для истинных фанатов и ценителей, у которых имеется солидная сумма на кармане. Еще в 2008 году компания заявляла о намерении создать около 250 экземпляров этого круизера. И судя по одной из интернет-страниц, мотоцикл выпускался включительно по 2020 год с небольшими доработками конструкции. Однако о реально произведенном количестве аппаратов доподлинно неизвестно. Преследовали ли Neander Motors основать в мотоиндустрии нишу дизельных серийных круизеров? Или им было достаточно выпустить небольшую серию эксклюзивной техники, попутно изрядно пошумев в средствах массовой информации? По всей видимости, второе. В любом случае, Neander Turbo Diesel 1400 – прекрасный пример внедрения гоночных технологий в гражданский мотоцикл. Еще одна увлекательная страница мотоциклетной истории. На этом мой рассказ подходит к концу. Кстати, на канале имеется ряд сюжетов о других дизельных мотоциклах. Вот всплыла подсказка на эти видео. С вами был канал Кроссмота. Спасибо вам за активность на канале в виде комментариев, репостов и подписки. И отдельная огромная благодарность всем тем, кто поддерживает мой труд монетой. До новых встреч!